Корреспонденты аргументов и фактов Алтай напоминают, родители гимназии номер 40 Барнаула выступили против установки базовой станции сотовой связи на крыше учебного заведения, опасаясь негативного воздействия электромагнитного излучения. Они создали петицию с требованием законодательно запретить установку такого оборудования на детских учреждениях и рядом с ними. Сразу после специалисты Роспотребнадзора начали внеплановую проверку. Она еще продолжается. Но уже сейчас понятно, что базовая станция на крыше учебного заведения была установлена с нарушениями законодательства. А вот корреспонденты Полиции Брусса с ссылкой на Следственный комитет края сообщают, что задержан подозреваемый в убийстве женщины, тело которой с ножевыми ранениями в области сердца было обнаружено накануне утром по адресу Бульвар 9 января. Женщине было около 50 лет. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. В ближайшую субботу, 25 августа, Барнаул уже во второй раз присоединится ко всероссийскому танцевальному марафону. Свои способности на танцполе сможет продемонстрировать каждый. Площадку установит УТЦ Гэлакси. Победу одержит тот город, который протанцует дольше других. Для этого на танцевальной площадке установят секундомер. Если танцпол будет пустовать, время засчитываться не будет. Марафон продлится с часу дня до 9 вечера. Татьяна Голубева. Наши новости.